Уважаемые подписчики, многие из вас в комментариях под моими постами просят меня поддержать борьбу с пожарами в Сибири. Я, естественно, не могу оставаться в стороне. И более того, поверьте мне, родная природа меня волнует ничуть не меньше, чем вас. Но то, что происходит, на мой взгляд, в соцсетях по поводу пожаров, не имеет никакого отношения к борьбе за экологию. Дело в том, что у нас страна, которая постоянно борется с последствиями. Вот когда уже все горит, начинается орб. Более того, я вам хочу сказать, еще год назад горело примерно такое же количество сибирских лесов. И два года назад горело такое же количество. Но тогда не модно было об этом заботиться в социальных сетях. Не было гламурных девиц, которые выставляли свои охи и ахи по этому поводу. Так вот, я вам скажу. Дело в том, что ни МЧС, ни пожарные на данный момент ничего с таким огромным регионом пожара поделать не могут. Эти 3 миллиона гектаров, которые горят, не могут быть потушены, потому что у нас нет ни мощностей, ни финансов для этого, ни человеческих ресурсов. Когда вы говорите, вот мы помогаем Сирии, Греции, а тут денег на родной край нет. Я вам скажу страшную вещь. Территория, которая горит, она ничуть не меньше, чем Сирия и Греция. И даже если мы все скинемся, этих денег не хватит. А уж тем более людей. Тем более тушат эти пожары такие же люди, как вы. И они также рискуют своим здоровьем и своей жизнью на этих очагах. Теперь по поводу праведного гнева в соцсетях. Вы знаете, пройдет месяц, эти пожары в конце концов потушат обычный дождь, и вы прекрасно об этом забудете. Но дело в том, что в крови у нас, у нас с вами, это в традициях, у нас нет заботы о родном крае. У нас не заботятся о лесах. Вы обвиняете чиновников, но чиновники к вам прилетели не с Марса. Это такие же люди, как и вы. Это не инопланетяне, которые вами так бездарно управляют. Вы их выбрали, мы их выбрали, я их выбрал. Вот они как могут, так и заботятся. А заботятся они так, как они представляют это возможным. Или так, как позволяет их совесть. Или опять же, пусть даже они очень совестливые, так, как позволяют им собственные финансовые и человеческие возможности. Так вот, если вы недовольны ситуацией с экологией, а экология у нас ужасающая в стране, то с этим надо бороться. Не тогда, когда уже все горит, а тогда, когда еще первая искра не проскочила. Если вы чувствуете такую социальную активность и возможность, создавайте общество по охране природы, по охране леса. Это не чиновники в массе своей бросают окурки и загаживают лес. По количеству мусора мы лидируем в мире. Ну так этот мусор на обочине бросают не какие-то эфемерные чиновники, а мы с вами. Значит, от нас зависит чистота этой природы. Мне кажется, это элементарно. Так вот, начинайте с этого. Но массовый психоз, истерия начинается только, когда происходит в России уже какая-то катастрофа. Начните с себя, начните с того региона, где вы живете. Вот я, например, озабочен судьбой леса, который у меня через поле. И я озабочусь об этом лесе. И стараюсь говорить с чиновниками, чтобы его не вырубали, чтобы его не загаживали, чтобы там делали заповедник. И если каждый на своем месте будет заботиться о том лесе, который рядом, наверное, в массе своей у нас в стране будет получше с этим. Что касается тайги, о которой нереально заботится, она огромная, то, наверное, все-таки надо возрождать лесничество, которых сейчас не существует. И это тоже зависит от нас с вами. Поэтому, я считаю, никакие петиции и другие бумажки, и вот эти дежурные посты гламурные о том, ай-яй-яй, горит лес, что же нам делать, не помогут. Помогут реальные действия тогда, когда лес еще жив. Вот с себя и начинайте.